Дорогие телезрители! Можно вязать крючком из хлопчатобумажных нитей, а можно плести с помощью узелков и техники макраме, чем мы сейчас и займемся. Для того, чтобы сплести сумку-авоську, необходимы различные виды веревок. Я взяла хлопчатобумажные. Они есть готовые, можно сделать их самим. Можно купить обычные веревки и плести из них. Получится тоже очень красиво. Итак, мы заготовили веревки длиной 3 метра. Всего их нам нужно 24 штуки. Если сумочку мы хотим сделать больше, то, конечно, веревочки мы отрезаем длиннее. И количество их тоже, соответственно, делаем больше. Распределяем наши веревочки на специально подготовленную вот такую конструкцию. Это должна быть обязательно съемная палочка, потому что после плетения мы должны будем нашу сумочку с нее снять. Распределяем веревочки по 4 штучки. И будем работать мы именно четырьмя веревками. Узелки, которые мы используем для плетения этой сумки, называются квадратный узел. Для него мы берем 2 веревки, которые находятся с краю, и посредине оставляем еще 2. И рабочие у нас получаются крайние веревки. Оплетаем центральные веревочки. С одной стороны оплели и точно таким же узелком вокруг двух центральных веревочек мы оплетаем с другой стороны. Затягиваем и получается у нас вот такой вот аккуратный квадратный узел. Сделали узелочек на одних четырех веревочках и дальше точно таким же способом оплетаем все остальные. С одной стороны и с другой стороны. Здесь я уже попробовала плести такие же узелочки. Теперь нам, чтобы сумочка была со всех сторон закрытая, мы берем 4 веревочки. Во-первых, нужно сместить узелки, которые мы уже сделали, наверх. Это получается у нас низ нашей сумочки. И делаем, закрепляем боковые узелки. Берем 2 веревочки с одной стороны и 2 веревочки с другой стороны. И плетем узел уже из них. Это будут как бы стеночки нашей сумки. Узелки точно такие же. Делаем их через равное расстояние каждый раз. Равномерно делаем их рядами. С одной стороны. Теперь берем 2 освободившиеся веревочки отсюда и из другого узелка. И также скрепляем их квадратным узлом. С одной стороны. И с другой стороны. И таким же способом продолжаем распределять узелки равномерно через равное расстояние по всем нашим заготовленным веревкам. Расстояние мы выбираем сами. От этого будет зависеть рыхлость нашей сумочки. Но, как правило, сумки-авоськи используются для чего-то крупного. Туда можно ложить даже обычную женскую, дамскую сумочку. И носить ее в сумки-авоськи. Это сейчас очень модно. Так, мы доходим до края нашей сумочки. И опять делаем боковушку с помощью двух веревочек. Но с разных сторон. Главное не перепутать. И распределить их поровну. Иначе узел у нас не получится. С одной стороны закрепляем и с другой стороны. Так, одна сторона нашей сумочки. Уже получается видна. Точно таким же способом мы закрепляем узелки с другой стороны. Прокладываем ровный ряд. Берем две веревочки. С одной стороны и с другой. Завязываем узлы. Очень красивые сумки получаются при плетении, например, из джутовых нитей. Заканчиваем еще один ряд. Теперь, когда мы обвязали по кругу, по одному рядочку, мы берем снова в шахматном порядке две нити с одной стороны и две нити с другой стороны. И снова связываем их таким же узлом. Мы сделаем расстояние побольше, чтобы процесс завершить побыстрее. Но если делать эти узлы чаще, соответственно, дырочки будут меньше. Сумка будет более практичная. И по кругу продолжаем. Не забывая делать боковые узлы. Вот, мы завершили наш последний ряд. То есть плетется она по кругу. И теперь нам осталось сделать ручки. Ручки у сумки-авоськи немаловажная часть, потому что здесь очень важно закрепить крепко нити, чтобы сумка не распалась, если в нее положить что-то тяжелое. Мы распределяем равномерно нити с одной стороны и с другой стороны. Сначала на две части. Их можно проплетать дальше, ручки. Но мы сделаем наиболее простой вариант. Так, вот с одной стороны у нас одинаковое количество нитей и с другой стороны. Так, и теперь еще эти нити делим еще напополам. Распределяем нужную длину. Соединяем между собой. И лучше здесь закрепить скотчем для начала. А потом мы уже обмотаем ручку веревкой. Соединяем. Возьмем примерно вот такую вот длину. Так. И закрепляем между собой скотчем. Это у нас получается одна ручка. Так. И вторую ручку точно так же. Берем оставшиеся веревки. Разделяем на две части. Соединяем между собой. Выравнивая по нашей первой ручке, чтобы они были одинаковой длины. И закрепляем. Оставшиеся веревочки можно либо подрезать потом, либо спрятать крючком вовнутрь. Чтобы нам закрепить ручку, нужно взять веревочку другого цвета. Сложить ее вдвое, сделать петельку. И придерживая рукой, вот так вот ее расположить. Теперь начинаем обмотку. Нитка в цвет нашей сумочки. Закрепляем кончик. Петля должна быть расположена с противоположной стороны. Наш кончик мы закрепляем прямо этой же нитью. Равномерно прокладываем слои. Спрячем скотч. Получается у нас форма плотной ручки. И теперь, когда мы подходим к завершению, чтобы закрепить наш второй кончик, и ручка не распустилась, нам и нужна наша петля нитью другого цвета. мы вдеваем в петлю и за другие края протягиваем. Вот. Для этого нужна была дополнительная нить, обязательно другого цвета, чтобы мы смогли ее вытянуть потом из других. И закрепить кончик. Теперь сумочка не распадется. Ручка закреплена. И теперь сумочку можно снять. Лишние края можно подрезать, как я уже говорила. Можно оставить, можно запрести еще и из них какие-то косы или узлы, красиво украсить. А можно спрятать концы в саму ручку. Для этого нужно использовать крючок. И наша сумка-авоська готова к использованию. А мы прощаемся с вами. Увидимся в следующих передачах на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова